Да, это одна из моих любимых встреч предновогодняя. Обычно мы собирались очно до пандемии и совместно проводили эту встречу. Я рассказывала обычно об итогах ассоциации за проведенный нами год совместно. В этот раз у нас такая более расширенная встреча, это тоже очень интересный формат. Я думаю, что мы так и дальше будем продолжать. Каждый руководитель, спикер может рассказать о конкретно своем направлении, в котором он работает, более подробно и очень интересном. Я еще раз представлюсь. Меня зовут Алиса Игоревна Ковпак. Я клинический психолог, кандидат психологических наук и директор по развитию Ассоциации когнитивно-поведенческой терапии, а также центров когнитивно-поведенческой терапии BCBT и платформы, которую вы все знаете, на которой мы сейчас находимся, bcbt.online. Я расскажу сначала о географии нашей ассоциации, о ней в общем, и потом расскажу про то, что говорила Ксения об обучении, о том, какие форматы у нас есть еще, про которые еще не успела рассказать Дмитрий Викторович, хотя он рассказал уже много всего интересного, наверное, про самые яркие форматы и про форум, который мы очень ждем в следующем году, где будем отмечать 25-летие Ассоциации. Ссылка на сайт форума есть в чате платформы, где можно общаться, задавать вопросы и заодно посмотреть подробную информацию. Так вот, география Ассоциаций стала еще шире. Общее количество отделений Ассоциаций 35 по России и странам СНГ. Мы потихонечку возвращаемся после пандемии в формат личного, очного общения и обучения. И в этом году наши курсы обучающие полноценные, длительные прошли во многих городах. Москва, Санкт-Петербург, Алматы, Астана, Екатеринбург, Воронеж, Липецк, Красноярск, Ижевск. И это еще не все. Это именно обучающие курсы, но и наши путешествия с обучающими программами, где как раз сочетается отдых и обучение, деловая программа. Это CBT-туры и CBT-кэмпы. Как раз про них Дмитрий Викторович уже говорил. Санкт-Петербург, Екатеринбург, Самара, Байкал, Алтай, Алматы. Очень захватывающей в этом году была география. Мы надеемся, что и местные специалисты оценили организацию и содержание этих мероприятий, и специалисты, которые приехали специально в другие регионы, другие города, чтобы узнать что-то новое и посмотреть новые места. Опять же, членов ассоциации становится с каждым годом все больше. Нас это очень радует. Когнитивно-поведенческая терапия становится наиболее популярным направлением, ну, очень популярным направлением в России. Нас это очень радует. Мы работали много лет над этим. И наша мечта — это не просто знакомство психологов с когнитивно-поведенческой терапией. Мы действительно о ней узнаем еще в университете и изучаем какие-то теоретические основы. Но нам бы очень хотелось, чтобы и практические основы, алгоритмы, протоколы тоже стали обычным делом для любого психолога, чтобы каждый понимал, как она работает. Мы надеемся, что в таком не очень далеком будущем это станет возможным, и интерес к когнитивно-поведенческой психотерапии будет только расти. Как вы видите по цифрам на слайде, у нас большое количество курсов в этом году прошло, очень разнообразных. Ксения только что рассказывала, как мы их сгруппировали по трекам, когда специалист может выбрать конкретную специализацию, двигаться поступенчато, последовательно к своему мастерству. Также у нас есть 19 аккредитованных супервизоров в ассоциации, которые проводят супервизии на базовом курсе, и просто супервизии по требованию, когда вам необходима помощь и поддержка с конкретными вашими клиническими кейсами. Большое количество, как вы видите, специалистов получили повышение квалификации в этом году и приняли участие в различных мероприятиях. Ну и, конечно, таким уже современным модным показателем является обширность аудитории в социальных сетях. Несмотря на то, что часть соцсетей у нас не работает, мы ими не пользуемся, но, тем не менее, интерес к информации о КПТ, научно обоснованным методом, он не угасает, и в социальных сетях тоже достаточно большой прирост подписчиков, а значит и интерес к информации, которую мы предоставляем в открытый доступ. И вот тот формат, о котором я хотела рассказать поподробнее, это обучение, доступное каждому. В ассоциации каждый год проходит большое количество мероприятий, которые мы проводим на безвозмездной основе для широкого круга специалистов, то есть не только тех, кто учится в ассоциации уже на каких-то курсах или знает о КПТ, но и для психологов и психотерапевтов, которые хотели бы познакомиться с этим методом и не знают, с чего начать. И как раз мы предоставляем большое количество мероприятий для знакомства, для более глубокого знакомства тоже есть мероприятия практические, научно-практические и теоретические, в том числе лекционные форматы тоже. Вот один из форматов как раз сейчас на слайде. Пресси Биттифорум – это онлайн-конференция, открытая, бесплатная, которую мы проводим перед форумом, как раз предвещая это грандиозное событие. На тему форума докладывают наши специалисты, эксперты ассоциации и приглашенные эксперты. В этом году вы видите, как много участников было, 5500 человек поучаствовали в этом мероприятии. Это большой успех. Мы надеемся, что мероприятие будет продолжать эту традицию и популяризировать метод среди специалистов. Очень важное и трогательное для нас мероприятие. 18 июля – это день рождения Бека. Мы проводим такой день памяти Бека после его смерти уже, где вспоминаем вклад его в науку, в психотерапию, в когнитивно-поведенческую терапию. Участники делятся историями, как когнитивно-поведенческая терапия помогла им, как она изменила их жизнь, как они познакомились с когнитивно-поведенческой терапией, узнали про Аарона Бека и что они узнали. Это очень такое трогательное мероприятие, но количество участников все равно немалое. 350 человек для такого милого и приятного общения. Еще одно мероприятие, мы его проводим в сентябре. Приурочили его к 1 сентября, начало учебного года, но проводим чуть попозже. Это научно-практическая конференция для специалистов, помогающих в профессии, психологов, психотерапевтов, социальных работников, врачей различных специальностей, как раз для знакомства с когнитивно-поведенческой терапией, ее практическим применением, сферами ее применения и для расширения собственной практики. Там очень много информации. Тоже посмотрите на цифры. 3000 участников, более 3000 участников тоже говорят о том, что это направление очень становится популярным. Вот хотелось бы отметить замечательное событие этого года. В этом году на государственном уровне президент подписал указ о том, что День психолога теперь официальный праздник. У нас теперь есть свой профессиональный праздник. Он отмечался и ранее, но не был официальным. Но теперь очень важное событие произошло, и мы его отмечали также вместе. Совершенно спонтанно его назначили, провели, подготовили от души, так сказать. Очень хотелось поделиться как раз, как сказать, ну не то чтобы советами, рекомендациями, личными рекомендациями, как работать с клиентами, как выстроить свой профессиональный путь, как это лучше сделать, какие есть варианты, потому что вариантов действительно очень много, и хотелось обо всем рассказать. Мы тоже, скорее всего, это будет уже традиционная встреча, может быть, и очно будем встречаться, и проводить такой праздник профессиональный вместе. Ну и перейдем к еще одному очень важному проекту, это социальный проект «Самоубийство Стоп», который мы начали еще в 2016 году совместно с Американским фондом превенции суицидов. Начали его проводить для специалистов в виде научно-практической конференции «Суицидология. Актуальные проблемы, вызовы и современные решения», где специалисты как раз могут узнать много полезной практической информации о том, как работать с этой проблемой, как помогать людям, попавшим в тяжелые жизненные обстоятельства, людям, пережившим самоубийство близкого человека или непосредственно о первичной профилактике проблемы суицидов. Очень важный и значимый для нас проект, который мы проводим в разных форматах, проводили очно, проводили онлайн, проводили крупный международный форум, междисциплинарный, куда приглашали большое количество смежных специалистов, юристов, очень много разных профессий, специалистов разных профессий для как раз обмена опытом, обмена информацией, проблемами, как мы можем взаимодействие выстраивать в этой области. И одна из важных целей этого проекта это как раз интеграция опыта и интеграция помощи для непосредственно наших пациентов и клиентов, чтобы они могли лучше ориентироваться, как они могут себе помочь, где они могут найти помощь. Мы выпускаем и брошюры для наших клиентов и просто людей, столкнувшихся с этой проблемой, с проблемой суицида, где они могут получить бесплатную помощь, где проводятся группы, телефоны доверия. В общем, собираем такую информационную брошюру. И также вторая часть этого проекта это непосредственная помощь людям, столкнувшимся с пережившим самоубийство близкого человека. Как раз это основная такая деятельность американского фонда, помощь людям в таких ситуациях. Мы тоже продолжаем уже восьмой год продолжаем работать в этом направлении и приглашаем в наши центры и специалистов, которые работают с этой проблемой, и всех желающих, кому необходима помощь. Есть специальная встреча со специальной программой для людей, переживших самоубийство близкого человека. И в следующем году также продолжим работать в этом направлении. Это очень важное для Российской Федерации направление. У нас действительно проблема очень остро стоит. и мы надеемся сделать небольшой хотя бы вклад в улучшение этой ситуации. Ну и еще один формат. Пока у нас в стране сертификация, аккредитация в каком-то конкретном методе, она является добровольной, необязательной. И ассоциация предлагает такие форматы. В этом году у нас уже прошел, выпустился один супервизионный курс и начался следующий супервизионный курс для тех специалистов, которые хотят отточить свое мастерство на высшем уровне. Он состоит полностью из супервизий, собственных кейсов. Это достаточно такое объемное по времени обучение, но очень полезное, очень интересное. Когда ты видишь свои навыки, оцениваешь их по шкале CTRS-R, как уже рассказывала Ксения, по новой шкале, по стандартам Института БЭКа мы это проводим, и в итоге получаешь очень четкую картину своих компетенций, модель своих компетенций, понимаешь, куда тебе расти надо, где у тебя хорошо получается, и очень полезные мероприятия. Помимо просто супервизий, которые можно брать, проходить отдельно от каких-либо курсов, но это целый супервизионный курс, который является завершением программы профессиональной переподготовки психолога-консультанта с основами когнитивно-поведенческой терапии, после которого выдается диплом о повышении квалификации. И в этом году очень важное событие для нас произошло, для ассоциации и для российской психотерапии. В целом мы открыли первый курс по терапии, ориентированной на потребности, то есть это когнитивно-поведенческая терапия, ориентированная на потребности, где выделяются очень важные методологические основы. И мы решили провести уже обучение, так как методологию проработали на достаточном уровне. Прочитать можно в сборниках наших форумов, есть статьи Дмитрия Викторовича и соавторов, где подробно разъясняется особенность этого подхода и почему именно выделяются такие концепты. К завершению своего доклада я хотела бы поделиться своим собственным впечатлением, что за четверть века, за 25 лет уже мы видим прогресс, мы видим огромный интерес среди профессионального сообщества когнитивно-поведенческой терапии, что действительно научно обоснованная психотерапия, методы с доказанной эффективностью становятся все популярнее, интереснее, что они интегрируются в различные институции, в различные организации, а также в междисциплинарном подходе тоже в различные области знания интегрируются КПТ, такие как менеджмент, коучинг, медиация и другие области, и это очень вдохновляет нас на развитие, продвижение этого метода, и общение с вами. Вы члены ассоциации даете нам это вдохновение, идеи новые, и мы всегда открыты сотрудничеству, предложениям, комментариям, вопросам, и если у вас какие-то накопились вопросы или что-то хочется сказать, рассказать о себе, о своих идеях, пожалуйста, можно это сделать в чате на платформе здесь или в чатах или сообщениях на платформе, где вы, собственно, уже участвуете, где вы зарегистрированы. Так что спасибо за внимание. Продолжение следует...